Привет всем. В кои-то веки Стардаск сделал ролик по гендерной теме, посвященный публикации исследования. Заголовок. Академики наконец добрались до брачного рынка. И поскольку он не стандартная блогерша, то там сразу присутствует ссылка на материал, на научную статью. Но, строго говоря, новых для нас данных нет, и к тому же все-таки это данные по США, поэтому к нас это прямо не касается, только если косвенно. Можно на эту тему порассуждать. Тем не менее, революция, о которой давно говорили Мэктау, постепенно совершается. Правда, конечно, я думаю, гендерная политика здесь сыграла сильнее, чем все мужские движения вместе взятые. Они закапывают сами себя. И в конкретных сухих цифрах ученые измерили, есть ли недостаток на брачном рынке и какой. Недостаток мужчин, подходящих для брака. И доподлинно установили, что есть, и даже по каким критериям они не подходят, и какой процент не подходит. У желаемого абстрактного жениха доход должен быть на 50 процентов выше, чем сейчас в среднем. Вероятность быть трудоустроенным должна быть на 30 процентов больше. Вероятность иметь за плечами колледж должна быть на 19 процентов больше. Есть разница между различными расами и национальностями. Особенно недостаток мужчин испытывают черные женщины. Что интересно, хуже всего, сложнее всего приходится тем, кто находится либо в самом низу социальной пирамиды, либо в самом верху. Те, кто в середине, еще туда-сюда. Одно время было модно рассказывать про то, какой замечательно расположенный к женщинам брачный рынок в США, потому что там процент мужчин выше, а процент женщин меньше, чем у нас. Соответственно, там спрос на женщин выше. Говорили, что прям любая женщина, которая от нас переедет туда, прям сразу в два счета становится там звездой и нарасхват. Возможно, даже какое-то время так и было. Ну, во-первых, и женщины наши, так сказать, там получили репутацию определенную, и ситуация экономическая поменялась, и, конечно, гендерную политику тоже за скобки не вынесешь. Конечно, как и Стардаст говорит, ученые упорно отказываются взглянуть на слона в комнате и поговорить о нем, что ни одним доходом мужчины меряется брачный рынок. Но для этого, видимо, должны какие-то катастрофические произойти сдвиги. Мне кажется, через короткое время наша здешняя ситуация будет ближе к тому, что у них там среди черных. У меня почему-то давно было такое подозрение. Еще когда я слушал первые выступления Криса Рока, то есть параллели вот в этой психологии семейной, того, что он приводил и то, что у нас существует, просто удивительно. А режим, про который я рассказывал на днях, когда семья образуется, по круг беременности или ребенка, режим нижних слоев населения в США, он, в общем-то, у нас и так уже почти присутствует. Удачи Йоганну в воскресенье с его трансляцией. Пусть принесет больше ликбеза в народные массы. Конечно, дело пошло бы значительно быстрее и успешнее, если бы семейный кодекс начали изучать в школе, но, видимо, до полного кризиса этого не случится. И надо понимать, что все, что сейчас происходит, процессы крайне инерционные. То есть, если даже вдруг, прямо сегодня, правительство схватится за голову и что-то предпримет, реально предпримет, а не будет выделываться, как обычно, то какой-либо серьезный эффект будет лет через 20. В общем, эта телега катится под откос. Ссылку на исследование смотрите в описании. И физкульт-привет Ярославлю, я уже на пути. Всем пока и удачи.